Спасибо большое организаторам, что пригласили. Сегодня я буду рассказывать про то, как ML можно превратить в деньги и как можно его не превратить в деньги. А задние ряды меня хорошо слышно? Громче? Вот так? Хорошо, я просто тоже стоял сзади, плохо слышно было. Погнали. Сегодня у нас тема доклада, ее, кстати, придумал тоже Леша, она мне очень нравится, про волшебное. Можно я еще и кликер? Тогда будет совсем классно, тогда я смогу рассказывать. Вот огонь. Про волшебное превращение ML в деньги. Про себя я рассказывать не буду, поскольку тайминга нет. Я примерно 10 лет занимался разными коммерсами и немножко машинным обучением. Сейчас я работаю в социальной сети Одноклассники и помогаю им зарабатывать немножко больше, чем они так много зарабатывают. Собственно, все вы, наверное, специалисты по ML и знаете много ML-метрик. А поднимите вот люди, кому знакомы вот эти вот слова. Гром выше, выше, класс, класс. Держите, держите, держите руки. Но когда вы приходите к своему менеджеру, короче, вы ему рассказываете, он не понимает. И он такой говорит, нам вот нужно вот это. Ну, что-то вот из этого. Вот поднимите руку, у кого просят вот это. Вот, а две руки у кого получилось. Вот, ну да, вот у многих. Вот, и он такой говорит, мне нужно на самом деле там приконверсию, средний чек поднять. Мне нужно то, сё, трафик, там, всё что угодно, но только не рок-аук, только не глог-лосс, только не там NDCG или ещё что-то. А самое главное, ну, хочет вот этого. Он прямо говорит, мне нужны деньги. Мне на самом деле вообще не важно, что ты делаешь, просто нужны деньги. Нужно больше, больше, больше денег. И, собственно, очень часто возникает такая история, что машинное обучение нефига окупается. Про это не принято говорить, но, тем не менее, специалисты по машинному обучению стоят дорого. Вот, и некоторые очень дорого стоят. Вот, и помимо того, что им нужно платить зарплату, нужно покупать сервера, нужно делать ресерч, нужно много чего делать, а в конце может ничего не получиться. И, собственно, это один из больших страхов, который преследует многих, кто пытается внедрить email. И, собственно, вот что нужно. Первое, когда вы делаете какой-то ресерч, делаете стэк, эти xgboost и ещё что-то внедряете, первое, что вам нужно показать заказчику или, соответственно, человеку, с которым вы работаете, что возможность это внедрить. Потому что часто ваш email, этот ваш email, невозможно никуда внедрить, это печалит. Второе, там вместо точек, вот во второй фразе матерные слова обычно. Вот, нужен вот реальный результат для вашего, для бизнеса. И, конечно, третий пункт, помимо того, что результат, результат очень классный. Иногда бывает результат прям 1%. Непонятно чего, он как бы рок-аук там улучшился, и типа, а нужно всё это дело окупить. И вот мы сегодня говорим как раз про это. Собственно, как понять, окупается email-проект или нет. Первое, что нужно взять, это нужно понять вашу бизнес-метрику, которую вы улучшаете. Лучше всего взять деньги, если не получается деньги, какой-то прокси к ней. Например, конверсию, например, увеличение среднего чека, уменьшение оттока. Всё, что у нас сегодня было на слайдах. Вторая штука, соответственно, посчитать, какой прирост вашей email-метрики, насколько он увеличит реальные деньги. Третье, это посчитать, соответственно, ваши затраты на машинное обучение. Туда включить зарплаты специалистов, сервера, время, которое можно было потратить, те деньги, которые положены на налоги и так далее. Четвертое, что не делает практически никто, это посчитать затраты на альтернативы. Ведь не обязательно делать машинное обучение, можно сделать что-нибудь простое, что работает как бы хуже, но просто работает, и это очень дешево. И после этого нужно ещё раз всё это посчитать. Если вы понимаете, что ваше решение лучше, чем альтернативы, оно приносит больше денег, оно быстрее окупается или ещё что-то, только тогда браться за email. Часто спрашивают, какие альтернативы. Ну, вот, например, такие. Если вам нужно делать сегментацию пользователей, возьмите RFM-анализ. RFM-анализ делается из коробки. Он не суперпрекрасный, там нет бустингов, там нет весов, там просто есть матричка, там есть понятные правила подсчёта, они считаются мгновенно, любой шестиклассник это напишет. Нужна фильтрация спама? Посадите человека. Человек стоит 30 тысяч рублей, он за 30 тысяч рублей разбирает почту прекрасно. Да, он не суперинтеллектуален, но он человек, он может это делать, это будет иногда гораздо быстрее, лучше, чем ваш email. Ну и, собственно, я сегодня всё это расскажу, как мы внедряли email и как мы считали его окупаемость, на одной простой задаче черн-предикта. Более фундаментальная вещь, просто формат презентации в 15 минут не позволяет рассказать. Объявите руки, а кто сталкивался с задачей оттока пользователей? Ну вот много людей, да, большинство знает. То есть это очень часто встречающая задача, она встречается как в приложениях, так и в сервисах монетизации, в интернет-магазинах и так далее. Проблема примерно состоит в следующем, что когда пользователь оттекает, его очень тяжело вернуть, часто невозможно. А привлечение нового, как правило, дорого. И поэтому вот идея удержать старых пользователей, она встречается там везде, от телекома до мобильных приложений, ритейла и так далее. Это очень важная задача, часто про неё пишут. По-моему, первый крупный конкурс про эту задачу был KDD в 2009 году, когда телекоммуникационный оператор Orange, один из крупнейших в Европе, выложил огромный датасет про пользователей и просил сделать черн-предикт. Собственно, с тех пор считается, что ML очень классно решает эту задачу, и это правда так. Давайте просто рассмотрим стандартную матрицу ошибок. Наверное, все специалисты по ML ее знают. По-английски называется confusion matrix, по-русски матрица ошибок. У вас есть, по сути, четыре случая, когда вы предсказываете, что пользователь влезет в отток, а он на самом деле уходит в него. Это классно, это true positive. Соответственно, когда вы предсказали, что он ушел в отток, а он на самом деле не ушел, это как бы плохо, потому что вам, ну, то есть это неправильно, это ошибка, соответственно, первого рода. Ну и так далее с тем, кто остались. Все эти предсказания не имеют никакого смысла, и решать задачу не имеет никакого смысла, если не будет ничего делать. В самом последнем столбце я добавил обычно стандартное действие. Но когда пользователь хочет уйти в отток, мы должны ему что-то предложить, какую-то няшку, скидку, все что угодно, чтобы он остался. Нам нужно как-то на него воздействовать. И, собственно, если он не хочет в отток, ну, лучше вообще ему что-нибудь давать, чтобы сэкономить деньги. Как вы считаете, какая лучше всего ML-метрика подходит для решения этой задачи? Можно прямо с места кричать, я в микрофон озвучу. Рок-аук, там, лог-лосс, пресижен, рекол, пресижен умноженный на рекол. Что лучше использовать как специалистам по ML? Еще громче. Там говорят про F1, если я правильно слышу. А еще версии. Что? А где здесь на матрице деньги? В действии. Ну, там скидка какая-то непонятна. Да, то есть правильный ответ, конечно, ML-метрика здесь никакая не поможет, пока вы не знаете деньги. Деньги, вот, примерно так выглядят на этой матрице. То есть, если мы правильно угадываем, что пользователь хочет уйти в отток, да, то мы потеряем, мы, соответственно, можем заработать его LTV минус размер скидки. Если пользователь, мы прогнозируем уход в отток, он остается, мы теряем размер скидки, потому что мы могли бы ее не дать, а так он и заберет, но все равно бы с нами остался. Если он остается, соответственно, мы прогнозируем, что он остается, он ушел в отток, но мы теряем все его LTV. Как считать LTV? Это там отдельная большая песня, на которой у нас сегодня нет времени. Ну и последнее, соответственно, если пользователь остался, мы ничего не заработали. Ну, как бы ноль, потому что и так все было хорошо. Собственно, если у вас 100% пользователей собираются остаться, ваш ML, понятно, тоже не нужен. Ну и, собственно, правильная метрика плюс-минус, она выглядит примерно так. Мы умножаем ту матричку, которую мы видели на предыдущем слайде, процент попадания в true positive, false negative и далее по списку на те значения, которые нам рассказывает бизнес. Очень было бы здорово заранее знать, какие там значения, чтобы люди как-то нормально умели прогнозировать LTV, как-то заранее знали, кони скидку раздадут. Вот. Ни у кого вопросов не вызывает этот слайд? Да. Один человек, у нас просто времени мало. А если человек ушел в отток, мы это угадали, мы возвращаем к разирам или нет? Во! Классный момент. Не все это, да, про это помнят. И как раз все дальше, все дальнейшее мое изложение будет именно про это. Снизу такой, снизу справа легкий спойлер, что на самом деле это не так. Но многие думают, многие думают, что это прям правда. Ну, то есть очень похоже на правду, что если мы спрогнозировали отток, пользователь ушел в отток, мы ему сейчас дадим скидку, он вернется. На самом деле во всей этой задаче нет одного непонятного факта. А что будет, если пользователь ушел в отток, хочет уйти в отток, мы ему даем скидку. Что же случится? Может он не примет и все равно уйдет в отток. Дальше мы обучили какую-то модель машинного обучения. И мы ее провалидировали, там все честно. Там были кросс-валидации, там отложены выборки, там все прям как классно. У нас была такая матрищика. Ну вот. В продакшене получилось вот так. Ну, то есть у нас они очень похожи. Просто числа приближены к реальности, поэтому они достаточно маленькие. И мы видим, что растет ошибка первого рода. Ну, то есть вот самая большая дельта, там где остались 6% в первом случае на валидации, а соответственно в реальном продакшене 8%. То есть как же наша модель в продакшене хуже. Ну, вот ML-метрика, если мы любую, какую бы ни взяли, ROC-AOC, F1, Precision, Recall, хуже. А с чем это связано? Говорят, вот там я сзади слышал, говорят, что типа, ну, просто в продакшене всегда хуже. Да, согласен, в продакшене всегда хуже, чего еще. Я слышал вас делать. Вы предложили, что нафиг не нужно, могли скидки не решить проблему. Нет, если бы скидки ничего не решали, мы бы увидели на валидации в продакшене одно и то же. Здесь мы еще не предлагаем скидки. Вот, смотрите, на валидации мы как бы ничего не предлагали, мы взяли и валидировались по тем данным, что были. Если бы у нас, конечно, была обучающая выборка с размером скидки, все было бы прекрасно. А в продакшене мы уже взяли и предложили скидку. Громче. Смещенная выборка. Смещенная выборка. Ну, то есть в продакшене всегда хуже. Но это примерно то же самое, не совсем так. Подождите, а компенсируйтесь в начальной размеры. Что, что еще раз? В начальной размеры скидки мы ее придумали, и валидация так. Взяли, нет, мы валидировали честный, true positive, false positive. Мы взяли, обучились, например, на январе, потом взяли февраль, посмотрели черный, посмотрели, как наш алгоритм спрогнозировал тех, кто ушли в отток. Но это честная валидация на отложенной выборке. Размер скидки придумал бизнес, если коротко. На самом деле подвох, конечно, в том, что в нашей валидационной выборке, тут уже было высказано правильное мнение, мы не давали ни скидки, мы просто сверяли нашу точность прогноза с тем, что были. То есть мы прогнозировали, что пользователь, он ушел. Но как только мы начали раздавать выборку, мы на самом деле что начали делать? Мы начали перегонять из того квадрата, где записано 24%, то есть мы прогнозировали отток, и он ушел в отток. В тот квадрате, где пользователь принял скидку и в итоге остался. То есть наша ML-метрика должна просаживаться, она должна быть хуже, чем на валидации. И чем хуже она в некотором смысле, тем лучше. То есть что произошло в продакшене? Мы правильно угадали тех, кто ушел, мы им правильно дали скидку, и из-за этого они остались. То есть если бы вместо 8%, скажем, было 28%, а слева, например, нолик, или там сколько-то, два там остается, то это был прям очень хороший прогноз. То есть мы хорошо спрогнозировали, хорошо выбрали скидку, и в итоге все, кто планировали уйти, они остались. Но, естественно, так не бывает. И очень важно, помимо всего прочего, разобраться с тем, что происходит на самом деле, важно оценить эффект. Собственно, как корректно оценивать эффект? Вообще успешный был этот кейс или нет? Как вам кажется на этих цифрах? Я их сейчас верну. Сколько денег потратили, сколько заработали? Сколько денег потратили, сколько заработали. Как это оценить? Да, правильно. Как корректно оценить эффект? Ну, примерно. Я же говорил про ЛТВ, про размер скидки. Просто интуитивно кажется, что эти 2% из 6 в 8 мы перегнали отток. Много это мало, как считать. Да не, не, но можно через ЛТВ и через размер скидки посчитать. Например, 5 размеров скидок, вам потеряли 15 размеров скидок. Я уже подсказываю. Сколько потратили, столько заработали. Блин, класс. Как вы это без данных делаете, не знаю, но идея классная. Правильно оценивать примерно так. На самом деле нужно, конечно, запустить ABTest. Валидация вообще не канает, потому что валидация была давно, а в жизни все меняется. Вам нужно запустить версию А и смотреть, как в вашу будет работать матричка на тех пользователях, которые, соответственно, не раздается скидка, как вы правильно их прогнозируете. И что было бы, соответственно, как вы ошибаетесь. После этого вам нужно запустить версию B, где вы правильно раздаете скидки. Тогда это уже чуть более честно, чем просто смотреть валидации. Хотя они похожи, но потому что чиселка маленькие, они там не сильно колеблются. Реально скидка не сильно влияет. После этого нужно сделать примерно следующую штуку. Вам нужно оценить эффект. Желательно в деньгах, сейчас он будет в процентах, а потом мы его домножим до деньги. То есть до тем людям, которым вы не раздавали скидки, уходили в отток суммарно 30, 28 плюс 2. А тем, кому вы раздавали скидку, совокупно ушло 28. То есть вам совокупно удалось удержать за счет вашей активности всего 2% пользователей. Причем это на самом деле много. Это на самом деле много или 6,5% от всех, кто собирался в отток. То есть зависит опять от ваших масштабов, от целей, от денег и так далее. Но в целом идея с черным предиктом, она очень хорошая, очень правильная. Если вам удается возвращать большое количество. Если вам удается возвращать всего 2%, кажется, что это не сильно много. Собственно, как это выглядит в деньгах? Вам достаточно сравнить. Здесь опечатка на слайде. Там, где буквка B, там должно стоять минус 28% умножить на LTV. Я опечатался, но реальный эффект написан правильно. То есть ваш реальный эффект выглядит так. 2% умножить на LTV минус 8% на скидку. Но, собственно, те люди, которым вы дали совокупно скидку, это 8%, которые в итоге остались, которые ее приняли. Поэтому из этого эффекта просто следует очевидная вещь. Во-первых, если вы даете скидку в 4 раза больше, чем LTV, то, кажется, у вас уже нолик, а то и минус. Второй момент, который следует очевидным образом, что вся эта штука, все это LTV к вам приходит не сразу. Это длинные деньги, потому что зависит от бизнеса, но в целом это длинные деньги. То есть, исходя из вашего прогноза, насколько вы сможете улучшить метрику оттока, вам из этого прогноза нужно, во-первых, сначала выбирать скидку, чтобы не давать огромную скидку или не давать слишком маленькую, так, чтобы оценивать изначальный прирост. Второй момент, который крайне важен. Вам еще нужно почитать все косты, которые потребовались на АБ-тест, на команду и так далее, и так далее, и так далее. И вы увидите, что задача черного предикта, несмотря на всю ее привлекательность, простоту, понятность, иногда может просто не окупиться. Поэтому перед тем, как запускать эту штуку, оцените реально. То есть, просто раздайте скидку небольшой группе пользователей и посмотрите, сколько процентов ее, в принципе, принимают и как-то улучшают ваш бизнес. И, собственно, 90% сейчас специалистов по e-mail, они далеки от связи с бизнесом. Они умеют делать прекрасные алгоритмы, а бизнес умеет читать деньги. И вот, когда, как только кто-то пойдет на встречу, либо бизнес научится понимать e-mail, либо специалисты по e-mail научатся понимать бизнес, вот тогда наступит отличная синергия, и все начнут зарабатывать больше и бизнес, и специалисты по e-mail. Собственно, у меня на этом все. Я, кажется, уложился в тайминг. Здесь есть мои социальные сети, одноклассники, твиттер, инстаграм. Мне можно писать, и я еще буду на связи с их вопросов и ответов. У нас еще есть там? Да, тут есть такой, этот самый момент. Вы недостаточно часто слово agile произносили, поэтому Сбербанк до нас еще не доехал со следующим докладом. Поэтому у нас есть еще 3-4 минуты, когда можно, во-первых, произносить agile. Вы можете попрактиковаться. Ничего, никто не хочет это самое. Я про agile говорю, не вопросы. Блин, может так Сбербанк вообще не доеет с таким agile. Вот, ладно, тогда вопросы. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос. Вот, как мы можем оценивать эффект от ML до того, как мы начали, то есть до того, как мы посадили людей, наняли, дали им деньги, они там считают, что какие-то модели месяц первые обучают. Вот как до этого оценить? То есть, с одной стороны, мы можем из бизнеса понять, что вот там 30 рублей человек вручную там сортирует, размечает, молодец. А как оценить потенциальный эффект от ML? Сколько он даст процента? 2%? 3%? Это очень зависит. Во, хороший вопрос. На самом деле, правда, это не эффект от ML. Вот эти 2% это не эффект от ML, а это поведение пользователей. Вот у тебя пользователи никогда не будут 100% принимать скидку, да, они будут, это не зависит от качества твоей модели, зависит только та дельта, на которую ты прирастишь, как ты правильно их выберешь. Ты можешь взять историю и посмотреть, сколько, в принципе, людей принимали скидки, и после этого изменялось их поведение. Для этого нужен тоже хороший специалист, но это не требует огромной работы, связанной с внедрением в продакшн, обучение моделей и тестирование. То есть, тебе нужно понимать просто бизнес-смысл. Если ты приходишь к эксперту, он говорит, блин, ну, ребят, больше 5% людей, которые ходят в отток, никогда не примут наши скидки. Ты говоришь, блин, ну, если 5%, то я дальше посчитаю все в обратную сторону, те формулы, которые у меня были, я скажу. Значит, тогда скидка должна быть такой-то, и нам, соответственно, вот LTV там такой-то, то есть скидка не больше 200 рублей, бла-бла-бла. И типа, а наш реальный прирост, допустим, ну, мы выбирали классных, там будет не 5%, а 7%. Что тогда будет? Стоит ли этим заниматься или нет? То есть, ты считаешь в обратную, и, конечно, нужно брать экспертизу бизнеса. По 70% вопросов она есть достаточно хорошая, по еще 30% она есть какая-то. И понимая просто то, что хочет бизнес, ты иногда можешь найти просто более простое решение раздать всем или не давать никому. Ну, например, если говорить про скидки. Пожалуйста. Скажите, а эта метрика учитывает пользователей, которые приняли скидку и все равно ушли в отток? Смотри, конкретно, очень хороший, правильный вопрос, спасибо за него. Она на самом деле, получение скидки, оно увязано с продлением услуги. То есть, по сути, все, кто приняли скидку, так или иначе продлили ЛТВ свою. То есть, ну, такая просто механика была, я просто не могу раскрывать там кейс, там есть некоторые нюансы с ним, но по сути, да, по сути, мы все это посчитали на этом кейсе более-менее честно. Вопрос от меня. Да. Смотри, у нас, получается, была простая идея, давайте предсказывать, кто уйдет, им давать скидку. Да. Потом внезапно появляется ЛТВ, который по-хорошему тоже надо предсказывать. Потом появляется, ну, условно говоря, какую скидку предлагать для какого клиента. Потом появляются наверняка еще какие-нибудь вещи, типа предсказания, через какой канал надо сделать, для того, чтобы, короче, вся эта штука. Расскажи про свой опыт, как вся эта хурма разрастается в такого монстра из кучи моделей и хрен пойми как связанных, короче, экономически штуковин. Жалко, что у меня лекция не на час. Если говорить про бизнес, аппетит растет во время еды. То есть часто примерно происходит так, что у нас есть какая-то задача, мы не знаем, где нам накинулся точки роста. Мы слышали про блокчейн, бигдата и все, что говорит Греф. И хотим тоже попробовать. Дальше находятся какие-то специалисты, какие-то задачи. Дальше они миксуются, а дальше считаются деньги. И как только посчитались деньги, если они выросли, даются еще задачи. Если нет, начинается разбираться, почему. И, собственно, весь бизнес никогда не лезет в модели. Он вообще не понимает ни в рок-ауке, ни в лог-лосе, ни еще в чем-то. Он всегда смотрит на деньги в кассе. И если вы растите деньги в кассе, то неважно как, вы можете их просто руками приносить. Как она разрастается, я сейчас еще договорю. Она разрастается, соответственно, если получается их растить, это успешные кейсы, набирается еще 20 специалистов и сажается на соседнюю задачу. Если нет, докапываются в этой. Если приходит честный человек, например, говорит, или просто нельзя решить методами email, давайте сделаем другое. Они говорят, окей, тогда мы специалистов перекинем на другое. Если попадается нечестный специалист, который говорит, там еще можно одну сотую процента дотюнить, и тогда эта задача уходит в очень долгий-долгий поиск еще дополнительных фичей, еще чего-то. Да, следующий вопрос, пожалуйста. Добрый день, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, в данном эксперименте как-то учитывалась каннибализация прибыли и ЛТВ у false positive? Ну, тут в этом данном эксперименте как раз у тебя есть честный АБ-тест. То есть я сравниваю свой прогноз на АБ, что бы было бы, если бы я не давал. Поэтому тут каннибализации нет, но пользователей как бы не связано там между собой. Но вопрос правильный. Для некоторых действительно сдачи в ML, они и есть, и есть каннибализация. Вопрос, как директорату продали? Типа заранее все цифры удалось посчитать, или там директорат мог принять такое, что вы ошиблись 2-3 раза в затратах на проект? Как? Ну, на самом деле не секрет, что сейчас проекты по ML продаются примерно так. Мы хотим попробовать. Есть классные ребята, классный специалист. Мы вам доверяем, попробуйте. Если говорить конкретно про эти задачи. У меня много вопросов. Если говорить про то, что я, например, делаю внутри компании, естественно, мы сначала, более того, мы даже считаем затраты на логирование данных. Учете проекта. То есть, например, чтобы собрать какую-то ML-модель, нужно сначала некоторые данные начать собирать. И даже просто начать их собирать для большого проекта типа Одноклассники. Эта разработка стоит прям денег. Соответственно, дальше нужно сначала посчитать, насколько мы примерно хотим порастить одну метрику, насколько это скажется в деньгах. Потом посчитать обратным реверсом все затраты, например, на логирование, на новый сервер, на обучение моделей, на мою зарплату, на зарплату еще нескольких людей. После этого все это вычесть и сказать «да» или «нет». Будем мы этим заниматься или нет. И плюс еще поделить на то время, которое мы, соответственно, будем внедрять в этот проект, поскольку он занимает много. По-хорошему, если вы делаете это in-house, конечно, вы должны все это заранее посчитать и предложить альтернативу. А можно ничего не логировать, а всем раздавать скидки. Возможно, из зарплат тех людей, которые вы нанимаете на e-mail, возможно, это будет лучше для бизнеса. У нас тут пара спикеров скучают. Ребята, а поделитесь своим опытом про то, собственно, как вы сталкиваетесь с экономикой. Вот я просто услышал про паттерн, что вот сейчас мы пару десятков людей, это самое, копать отсюда и до обеда. Сейчас вопрос-ответы сделаем. Ну мы с Лешей вообще любители аплифт-моделей, конечно, а не модели оттока, потому что давайте формализуем задачу любой скидки чуть дальше. Когда вы даете человеку скидку, он, конечно, может этой скидкой воспользоваться и продолжить у вас оставаться клиентом. А так лучше? Вообще. Давайте немножко формализуем задачу. Когда вы человеку предлагаете скидку, у него тоже есть четыре варианта. Он может ей воспользоваться и продолжить оставаться вашим клиентом, но он бы и без скидки остался. И это плохо. Вы потеряли деньги на скидку. Он может этой скидкой не воспользоваться, что и уйти, и тогда бессмысленно ему предлагать. Он может ей воспользоваться и только в этом случае остаться. И он может, получив вашу скидку, психануть и убежать. Существует такой случай. Допустим, у вас сервис по подписке. Вы присылаете человеку предложение о скидке на премиум-мега-подписку. И он вспоминает, а, у меня эта подписка, надо ее отключить. Такое тоже бывает. И тогда нужно уже переходить скорее к аплифт-моделям, то есть считать, а насколько мы получаем приток, приток, если мы в деньгах, если мы конкретному пользователю предлагаем конкретную скидку. Причем это может быть не одна скидка. То есть у нас есть задача следующая, есть некий набор действий, экшенов, есть набор пользователей. Нам нужно предложить и тому пользователю такой джитый экшен, чтобы максимизировать нашу прибыль, наш доход. И это уже мы переходим дальше к моделям аплифта, на которых экономику считать еще гораздо приятнее, но делать их и валидировать гораздо тяжелее. Гораздо. Вот, кстати, у меня был вопрос, ты, мы когда с тобой говорили про аплифт, дальше это во что-то превратилось или пока это следующая часть? Да, я коротко отвечу, просто мы с Валерой обслужили задачу, а на самом деле на практике все было сложнее, там было три разных скидки, но если бы я начал это рассказывать, мне кажется, я бы убил часть аудитории, просто вырубил, поэтому я сделал очень простой кейс на, соответственно, просто на матричку. Конечно, нужно еще добавить размер на скидки, вероятность ее принять, и я про это несколько раз рассказывал, про персонализированные скидки, по-моему, на предыдущем DataFest и еще когда-то, вы можете просто найти эти видео, они, кажется, есть вот где-то здесь или у меня очень редкая фамилия, можно по ней погуглить, и там я чуть более подробно рассказываю. Да, это вылилось в продакшн с какими-то результатами, они были чуть больше плюс, чем минус. Тебя купило? Это очень сложно.